День независимости Казахстана отмечают даже в Великобритании. В казахстанском посольстве организовали торжественный прием. Участвовали в нем политические и общественные круги Соединенного Королевства. Именно эта страна, первая на Западе, официально признала независимость Казахстана. Белла Кудайбергенова продолжит. По традиции поздравить Казахстан с очередной годовщиной независимости пришли политики и бизнесмены, ученые и общественные деятели, дипломаты, студенты, представители казахской диаспоры и мировых средств массовой информации. С каждым годом круг британцев, работающих с Казахстаном или собирающихся наладить деловые отношения с нашей страной, расширяется. Особенно это стало заметно после визита британского премьера Камерона в Астану и Атырау летом этого года. Сейчас о Казахстане в Лондоне заговорили как о стратегическом союзнике Соединенного Королевства, ключевом партнере в Центрально-Азиатском регионе. Значительно расширился спектр двустороннего сотрудничества. Только во время визита были подписаны контракты на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Месяц назад в Лондоне стороны подписали меморандум о создании межправительственной комиссии, которая будет контролировать реализацию этих проектов. Я был в Казахстане две недели назад. Удивительные люди, удивительное гостеприимство, потрясающая природа. Я получил громадное удовольствие от страны и от своих казахстанских коллег, с которыми мы сейчас активно работаем. Новый импульс получил и Казахстанско-британский деловой совет, который в этом году возглавил бывший лорд-мэр лондонского сити Дэвид Вуттон. Всплеск интереса со стороны инвесторов, аналитиков и исследователей вызывают и планы по проведению ряда грандиозных международных мероприятий. Я знаю, что Казахстан собирается проводить Экспо-2017, универсиаду, чемпионат мира по боксу и борется за право проведения зимних олимпийских игр. Нам очень интересны эти проекты. Я планирую поехать в Казахстан в начале следующего года. Поздравляю казахстанцев с 22-й годовщиной независимости. Желаю успехов и процветания. Национальный колорит мероприятию придали блюда национальной кухне и выступления казахстанских студентов, обучающихся в британских вузах. Надо заметить, что в сфере образования у наших стран самое тесное сотрудничество. Только по программе «Булашах» в королевстве обучается рекордное количество стипендиатов – более полутора тысяч. Надо добавить, что Британия была первой страной Запада, официально признавшей независимость Казахстана. Кроме того, Туманный Альбион – один из лидеров по вложениям в казахстанскую экономику. Белла Кудайбергенова, Лондон, Великобритания.